здравствуйте дорогие друзья я рад приветствовать вас на нашем канале и сегодня я хочу показать вам как мы проводим формирование куста среднерослых то есть полуиндетерминатных томатов на примере сорта цельсус есть некоторые отличия как мы выращиваем в отличие от высокорослых и низкорослых высокорослые мы выращиваем по схеме центральный стебель удаляя все пасынки кисти кисти вяжутся последовательно со среднерослым томатом мы такое не практикуем почему потому что рост среднерослых томатов заканчивается приблизительно метр двадцать метр пятьдесят высоты естественно на такой высоте кистей если вы оставлять формировку по принципу высокорослых кистей будет очень мало на такой высоте несколько штук и для того чтобы увеличить урожайность мы оставляем один из самых мощных пасынков вот в данном случае это пасынок который вышел из-под первой кисти вот у нас первая кисть завязанная уже и оставлен был пасынок который начался под этой кистью дальнейшая формировка в чем заключается смотрите естественно удаляются пасынки которые идут с самого низу удаляются все остальные пасынки не только тот который самого низа а буквально которые выходят под каждого листочка мы их просто облавим естественно оставляем самый мощный но на сам пасынки который мы оставили тоже с под каждого листа выходит пасынок и мы их тоже удаляем здесь пока нет вот здесь уже начался и так поступаем на основном стебле от которого пошел пасынок подкручиваем и стебель центральный и второй стебель который мы сформировали производим подвязку подвязку ничего тут особенного точно так же как и центральный стебель подвязываем пасынок оставляем петельку свободную чтобы не было затяжки и прикрепляем проволоки обвязывая томат наш стебелек пасынок по часовой стрелке за счет второго пасынка мы получим дополнительные кисти и как следствие увеличение урожая среднеростных томатов вот друзья способ которым мы пользуемся пользуемся не первый год естественно потом пойдут еще пасынки еще придется делать подкрутки но это все уже будет конечно попозже и очень важно у среднеростных томатов у полудетерминатных иногда бывает наступает преждевременное вершкование то есть они прекращают свой рост вверх чтобы этого не произошло куст должен быть развитым мощным естественно нельзя допускать чтобы он начал плодоносить не набрав силу иначе он просто завершкуется и тогда может даже не достичь высота одного метра это очень плохо друзья следите за этим чтобы преждевременного вершкования не наступит а теперь я покажу продолжение формирование высокорослых томатов первоначальные действия мы уже показывали но сейчас необходимо сделать некоторые следующие действия которых я сейчас и расскажу вот это томат высокорослый первичную формировку мы уже проводили об этом показывали но прошло некоторое время томат куст подрос и естественно появились еще пасынки появился прикорневой пасынок мы его удаляем убираем два нижних листа это мы всегда так делаем убираем нижние листы и смотрим дальнейшее где еще появились пасынки потому что как я сказал выращивание высокорослых томатов мы производим в один стебель вот этот пасынок лишний мы его убираем и просто немножко подкручиваем и вот такие подкрутки придется делать конечно еще не однократно как видите первая кисть уже завязалась давайте посмотрим примерно завязываемость ну завязываемость хорошая каждый цветочек завязался сейчас идет завязывание следующей кисти как вы знаете что томаты завязывают по два плода вот были первые два завязаны сейчас ну то есть идет завязывание по парное точно так же как и цветение вот это отличительная черта томатов они самоопыляемые опыляемость проходит хорошая друзья в одном из следующих видео на тему выращивания томатов я хочу показать как можно повысить завязываемость соцветий потому что иногда происходит да ну хорошо от кисть завязалась вся полностью здесь сейчас 8 маленьких помидорчиков которые вырастут и дадут урожай с ними уже при нашем уходе при наших заботах ничего не случится но что делать если завязалась не вся кисть если часть цветочков просто осыпалась это происходит при неблагоприятных погодных условиях или какие-то нарушения выращивания какие-то стрессы у растения и как это исправить я обязательно покажу с помощью чего можно повысить завязываемость вот друзья на этом разрешите закончить я думаю это видео обязательно кому-то пригодится и будет полезным кому видео понравилось ставьте лайки кто не подписался подписывайтесь всего вам доброго до свидания до новых встреч